15 ноября 2006 года был торжественно открыт дворец спорта «Видное» и его двери впервые распахнулись для гостей. Площадь 11 тысяч квадратных метров, более 3,5 тысяч зрительских кресел. Он построен по самым современным технологиям. И формат здания позволяет не только на высоком уровне проводить спортивные соревнования, но и быть площадкой для различных массовых событий. Мы принимаем у себя ежегодно свыше 30 тысяч человек на различные мероприятия, проводим порядка 250-350 мероприятий в год на всех объектах и дворца спорта, и стадиона «Металлург». Это объект, который живет полноценной жизнью. И действительно, дворец спорта можно смело назвать настоящим живым организмом, который с годами растет и развивается. Здесь идут в ногу со временем, постоянно внедряют всевозможные технические новинки. Чтобы спортсмены, например, ни на что не отвлекались и показывали максимальные результаты, а болельщикам было здесь не только интересно, но и комфортно. Так, в своеобразном сердце дворца спорта, а это, конечно же, баскетбольная арена, до конца года будут установлены новые табло. И на этом модернизация не закончится. Увидят, услышат более качественный звук, более качественный свет, так как у нас меняется оборудование. Звук. Многие жаловались, в основном пожилые люди, на то, что слишком громко, то, что звук летает по залу. А теперь, после того, как в следующем году мы сделаем демпфирование, звук не будет так гулять, по залу не будет разлетаться. Коллектив дворца спорта насчитывает более ста человек. Это технический персонал, тренеры, административный аппарат. И многие из сотрудников работают со дня основания. Руководитель медицинской службы Александр Сарамятников во дворце спорта трудится уже 12 лет и признается, что каждый рабочий день для него – это радость. Самое главное, что здесь есть, это люди. Вот общаясь с людьми, помогая людям, они мне помогают во многом. Я чувствую, что живу вот в такой семье. Я с удовольствием прихожу сюда, потому что здесь, ну, здесь люди, здесь светло, здесь работа, здесь вот, ну, все прекрасно. Понимаете, лучше, чем наружу, внутри дворца спорта. Вот поэтому я сюда прихожу. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает дворцу спорта и дальше удерживать высокую заданную планку и оставаться флагманом спорта в Ленинском районе. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова